Этот солнечный ноябрьский день еще одно напоминание о доблести, еще одно подтверждение тому, что героями не рождаются, а ими становятся и в жизни всегда есть место подвигу, даже в мирное время. И подвиг Дмитрия Гришиани тому яркое подтверждение. 15 лет назад он погиб, спасая жизни других. За исключительную отвагу и личную храбрость, проявленные при спасении людей во время пожара, курсант Дмитрий Гришиани был посмертно награжден орденом за личное мужество. Подвиг Дмитрия Гришиани, это прежде всего нравственный подвиг. Это тот пример, который показывает величие души этого человека. Это тот пример, на который надо равняться всем молодым людям Брещины всей нашей страны. Память о нем жить будет вечно, поэтому он всегда будет в сердцах Брещан. Мемориальная доска с барельефом, изготовленная Брестским скульптором Алексеем Павлючуком, установлена на стене здания средней школы номер 30. На ней высечен текст. Средняя школа номер 30 города Бреста названа в честь выпускника школы, кавалера ордена за личное мужество Дмитрия Гришиани. У нас вырос настоящий мужчина. Поэтому, конечно, это очередное вековечение памяти. Но дело в том, что вновь построенный музей истории Великой Отечественной войны, зал наследников боевой славы. И в нем представлены два Брещанина. Первый герой Республики Беларусь, подполковник Владимир Карват и кавалер ордена за личное мужество, курсант Дмитрий Гришиани. То есть Родина помнит. Мы гордимся историко-культурным наследием нашего народа. Сегодняшний день нас объединяет. Объединяет наше поколение. Прошлое, настоящее и будущее. Мы горды тем, что наша школа носит имя Дмитрия Гришиани. И в школе проводится огромная работа по патриотическому воспитанию. Сегодняшний день останется в памяти каждого из нас надолго. Торжественное открытие доски – это долг Брещан перед ним. И верно выражение, что человек жив до той поры, пока жива память о нем. А значит, имя Дмитрия Гришани бессмертно. Сегодня ему было бы всего 36 лет. Возможно, он был бы подполковником или даже полковником. Но волею судьбы свой нравственный долг он выполнил в августе 1999 года, оставшись навсегда молодым. Теперь каждый вечер на вечерней проверке произносится его воинское звание, фамилия, имя, отчество. Он занесен на вечном списке общевойскового факультета Военной Академии Республики Беларусь. Жизнь скоротечна, а память вечна. Говорят, без прошлого не бывает будущего. Когда память живет о подвиге народа, о подвиге таких людей, значит, есть будущее у того народа, у той нации, у того государства.